Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю вам два рецепта приготовления моченых яблок в домашних условиях. Оба рецепта замечательные, результат вас порадует. Начинаю готовить первый рецепт. Яблоки нужно отобрать, чтобы они были целые, твердые, спелые, без каких-либо внешних повреждений. Я буду использовать большие стеклянные банки. В них очень удобно и виден процесс приготовления яблок. Можно использовать любую другую посуду для приготовления моченых яблок, кроме алюминиевой. Можно эмалированную посуду, но чтобы она не была с повреждениями. Яблоки и посуда должны быть чистыми. И также размер яблок зависит от того, насколько большая емкость будет у вас использована для маринования этих яблок. Чем большая емкость, тем больше крупнее плоды можно использовать. Если у меня банка небольшая, 6 литров, то если я положу крупные яблоки, у меня всего их несколько штук поместится. Поэтому я нашла самые маленькие яблоки, которые я только могла найти, чтобы их больше вместить в банку. Чем мельче яблоки, тем быстрее они приготовятся. Сейчас подготовим рассол или маринад. Вода у меня из крана примерно 30-32 градуса теплая. Добавляю сюда соль и жидкий мед. В теплой воде мед быстрее растворится. Все ингредиенты вы увидите на экране и под видео в описании. Пожалуйста, читайте и знакомьтесь. Перемешиваем тщательно, чтобы мед очень хорошо растворился. В яблоки я добавляю у меня гвоздика, семена горчицы и лавровый лист. Два листа у меня поломала. Я поломала их на более мелкие кусочки и добавляю в яблоки. Заливаю приготовленным маринадом. Чтобы измерить точное количество маринада, можно подготовить яблоки, залить водой и потом вылить в кастрюлю. И вы будете знать, сколько воды необходимо. Ну, плюс 200 миллилитров. Добавьте еще. Сверху нужно обязательно чем-то придавить и положить сверху груз, чтобы все яблоки были в рассоле. Я потом заменю груз на другой, пока поставила воду. И сейчас я сразу вам покажу второй рецепт приготовления моченых яблок. У меня здесь яблок немножко больше, так как банка у меня это также больше. Ингредиенты я напишу также на экране и под видео в описании. Яблоки чистые, без повреждений. И банка чистая, вымытая содой. Все перекладываем в банку. Заполняем ее полную. Укладываем яблочки поплотнее. И приготовим рассол или маринад. Вода у меня из крана. Она у меня слегка подогрета, где-то 30-32 градуса. Добавляю соль, сахар. В первом рецепте я использовала мед, а в этом у меня сахар. И потом вы увидите разницу. И также добавляю в банку корицу, кориандр, душистый перец и несколько листиков базилика. Чтобы не ошибиться с количеством маринада, вы можете заполненную банку залить водой и вылить ее обратно в кастрюлю, в которой вы делаете маринад. Можно добавить плюс 200 грамм. Вода у меня чуть теплая. Я обычно использую теплую воду 30-32 градуса. Для того, чтобы процесс брожения быстрее запустился. Сверху переворачиваю блюдце и любой какой-то груз нужно сверху поставить. Чтобы все яблоки у нас были в маринаде. Банки с яблоками нужно оставить при комнатной температуре. Чтобы запустился процесс брожения и он проходил какое-то определенное количество. Когда я жила в России, то у меня процесс брожения очень быстро запускался. И они у меня бродили 7-10 дней. Но здесь я яблоки выдерживаю до 3 недель. Процесс брожения. Потому что он идет очень медленно, а не активно. Я не знаю, или это зависит от сорта яблок. Вот почему-то так. Так что кто живет в Соединенных Штатах, пожалуйста, яблоки при комнатной температуре нужно держать дольше времени. До 3 недель. Потом я яблоки переставляю в холодильник. В холодильнике они у меня должны простоять минимум 1 месяц. Идеально, когда в семье есть второй холодильник, так как банки с яблоками занимают довольно-таки много места. Через месяц будем дегустировать яблоки и проверять на готовность. У кого есть подвалы, очень удобно опускать яблоки в подвал. И там они будут храниться продолжительное время. Обычно я готовлю яблоки в октябре. И у меня получаются восковые, такие янтарные, морщинистые, очень хорошие и вкусные, такие резкие яблочки. Где-то в декабре месяце мы уже их пробуем. Сейчас будем пробовать первые яблочки, которые после трех недель в комнате. Они у меня простояли месяц в холодильнике. Это первые яблочки я пробую сейчас с медом. Вот так они выглядят. Они морщинистые. Но, посмотрите, им не хватило времени. Я немножко бы еще их подержала. Как раз я подержу немного больше, и они у меня будут готовы. Но они уже очень вкусные, такие резкие, закусочные, просто бесподобные яблочки. Это яблоки с медом. Вкус необыкновенный. Яблоки получаются красивые, конечно. Очень аппетитные. Я их использую в салаты. Просто яблочко съесть очень вкусно. Эти яблоки из другой банки. Яблоки, которые я приготовила с добавлением сахара. На вид тоже они очень аппетитно выглядят. С морщинками, с такими настоящими морщинками, моченых яблочек. И посмотрите, какие они внутри. Они практически полностью промариновались. Они прозрачные, как бы восковые стали. И тоже прошел один месяц. То есть яблоки с сахаром, они быстрее маринуются, быстрее квасятся. Вот посмотрите, какие дольки. Они полностью тонкие, прозрачные. И полностью пропитались маринадом. А яблочки с медом, они уже вкусные сейчас. Но им нужно еще постоять недельку-вторую в холодильнике. И они тогда дойдут. И будет шикарная закуска. Вот так они выглядят. За таким яблочком, конечно же, рука тянется. И слюньки текут. Очень вкусно. Вкусно. Действительно. Готовьте с удовольствием. Кто делает моченые яблоки по-другому, пожалуйста, поделитесь своим рецептом. Пишите в комментариях, как вы готовите эти замечательные яблочки. До новых встреч, друзья. И готовьте с удовольствием вкусных вам яблок.